Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигуретки. Сегодня с вами снова я, Тигренадия, и сегодня я получила вот такое вот заказное письмо. Это письмо-сюрприз. Девушка написала мне в инстаграм и спросила, может ли она прислать мне письмо без ответа. Я сказала, да, почему же без ответа, я хотела бы на него ответить. И оно просто прекрасное, просто. Я уже смотрю на конверт, мне безумно нравится вот эта вот бумага, очень красивая. Я бы хотела такой фон для моего видео, но я не знаю, откуда такая персета. Посмотрите, какие здесь красивые марки. Здесь немецкая овчарка и Мурманск, 100 лет. Обязательно потом себе их в коллекцию подложу. Вот так вот затем украшено. Это письмо от Анастасии из Санкт-Петербурга. Итак, я еще не знаю, что здесь внутри. Я не смотрела, не видела, только отрезала край. И поэтому я буду вместе с вами смотреть, что же тут такое. Никак не могу открепить внутри вот эту вот обложку, папочку, в которой был вот этот конвертик. Но вижу, что там приклеен зайка на стикере и написано, что просто захотелось вас порадовать. Желаю вам здоровья, оптимизма и вдохновения. Удачи. Огромное спасибо, Настя. Итак, это просто, это просто вау. Посмотрите, какой красивый пакет. Большой здесь, чего только нету. Я уже вижу открыточку от почтового ёжика. Здесь такая понточка милейшая. Давайте посмотрим, что же здесь находится. Итак, ребятки, пока я все это разбежала, сейчас я еще не все посмотрела. Никак не могу вытащить скраб-бумагу. Вот здесь остатки листочков. Тут еще три листа. Вот такие вот. Это из альбомов скраб-бумаги Fixed Price. Они очень крутые. И, просто они приклеились там внутри. Здесь внутри были вот такие вот, тоже очень красивые листы. Такие с ручками. Вот такой горошек. И вот такой вот мятный. Очень красивый. Тоже с ручками такими. Очень-очень красивый. Итак, листики я кладу обратно на место. Откладываю сюда. И давайте наконец-таки посмотрим, что же было там внутри дальше. Я в шоке. Я правда в шоке. Потому что это просто какой-то подарок на день рождения. У меня, кстати, день рождения в сентябре, 8 числа. И я безумно рада, безумно-безумно. Салфетки. Во-первых, салфетки. Я очень-очень давно хотела что-то подобное. Здесь их довольно-таки много. Если вот так вот раскрыть, то их здесь будет много. И я точно буду использовать их для своего дневника. Такие редкие узоры я всегда оставляю для своих личных записей. Потому что я, честно, нигде не видела, где можно купить такие салфетки. У нас, в принципе, в общем, в городе их не продают. Продают только огромные, такие сервировочные. Но вот таких вот красивых я не видела. Может быть, на Алиэкспресс вводят. Надо будет посмотреть. Но такие я первый раз вижу. И это очень красиво. Поэтому огромное-огромное спасибо за салфеточки. Они никогда не бывают лишними. Далее были вот такие вот стикеры с луной. Они очень-очень классные. Подойдут для оформления. Безумно красивые. И луна... Я очень люблю луну. И это так интересно. Даже вот этот лун можно потом использовать где-нибудь. И так, давайте посмотрим теперь открытки. Такая вот открыточка. Ой, какая красивая. Смотрите, с морками. Потрясающая открытка. Вьетнам, Куба. Красота. Очень-очень красивая открытка. Это почтовая радуга у нас. Это у нас почтовый ёжик. Хотя нет, смотрите. Почтовая радуга тоже. Интересно. У почтового ёжика тоже такая открыточка есть. Смотрите. Красота. Правда? Очень атмосферная. Ещё вот такая вот. Тоже у почтового ёжика. Я её видела. Очень красивая. Тоже всё. Почтовая радуга. Надо зайти посмотреть, что это магазин такой. Посмотрите, какие красивые наклейки. Я очень хотела себе такие заказать. С разными парфюмами, как я здесь понимаю. Это похоже на парфюмы и на цветы. Может быть, это просто вазы с цветами. Но это очень красиво. Очень нежно. Огромное спасибо. Тут вот с разными фруктами и ягодами. Тоже очень красиво. Гранатик. Прям прелесть. Очень нежный. И звёздочки. Очень милые. Картуры тоже никогда не бывают лишними. Огромное спасибо. Далее это просто потрясающий подарок. Я только вчера получила за грамм паспорт. И теперь у него есть обложка. Это очень круто. Огромное спасибо. Она такая классная. Всё такое прям... Русь. Москва. Матрёшки. И... Как он называется? Забыл вот этот вот собор. Василия Блаженова, кажется. Жарптица. И разные узоры. Это так красиво. Такой яркий. Огромное спасибо. Есть ещё вот такие вот красивые карточки. Это, кажется, теги. Да, это теги. Их можно использовать. И здесь как раз таки написано пожелание для прожжения. Любящие хэппи вёсты. Прям точь-точь. Прям вовремя. Так что подарочки уже приходят заранее. Такая вот красивая птичка. Тоже двухсторонняя. Да. Далее идёт вот такая вот интересная вещь. Сейчас посмотрим, что здесь внутри. Девочки, я до сих пор устаю и не устаю вас спрашивать, где вы берёте такую бумагу. Вот газетную на английском языке. Это просто... Я не знаю, где вы это берёте. Но я хочу очень много такой бумаги себе купить. И если вы мне спрашиваете, где можно такую купить, я буду очень вам благодарна. Поэтому, по крайней мере, есть у меня один листок теперь. Огромное спасибо, Настя. Это просто, я не знаю, очень-очень ценное. Такие вот классные стикеры. Суши. Я их называю Суси. Называю Суси. Ну, просто по приколу. Суши такие классные. Ух ты. Здесь есть стикеры с кексиком. Очень-очень милые. Тоже такие классные-классные. Огромное спасибо. Такие прям милейшие. Очень прикольные наклейки с печеньками. Как будто бы из Шрека. Очень-очень такие классные. Милые. О, к Новому году марочки. Такие декоративные. Такие милые. Красивые. Такие вот очень-очень классные. Для конверсиков подойдут. Для фолтеров. Спасибо. Еще такие вот бумажные наклейки тоже. На разную тематику. Это маленький принц. Это Петер Пен. Красная шапочка. Страшила. Наэнди. Татошка. Железный человек. Дровосек. Буратино. Лев. Лисичка. Роза, конечно же. Волк. Тюльпаны. Фея. Тинкербелл, да. А, здесь надписи есть, прикиньте. А я что-то как-то очень поступила. Прикол. Да, здесь есть надписи. Ой, какая прелесть. То, что нужно. Конвертики. Конверты просто обалденные. С лягушками вообще очень классные. С кактусами. Обожаю кактусы. Просто обожаю. Такая вот прелесть. Четыре конвертика. Очень красивая. И это было все. Так что вот такое послание. Жалко, нету письма. Очень жалко. Я бы на письмо ответила с удовольствием. Ой. Такого перста. Огромное спасибо тебе большое, Настя, за такой подарок. Я прям, не знаю, я очень растрогана. И я безумно счастлива, безумно рада получить такие приятные мелочи, которые для меня совсем не мелочи, а для меня огромное вдохновение и огромная радость. Я просто обнимаю тебя крепко-крепко. Я тебя целую в обе щеки. И еще раз хочу сказать спасибо тебе за радость. Спасибо за то, что прислала такую частичку себя, частичку Питера любимого. И радости еще раз, да, всех обнимаю. И до новых встреч. Желаю вам всем счастливого конца лета. Надеюсь, оно было незабываемым, таким же, как у меня. И я надеюсь, что осень будет не менее вдохновенной, вдохновленной и яркой и очень теплой. Пока-пока.